Валентина Мансурова выпустила в свет не одну сотню журналистов. Ведь много лет назад именно благодаря Сачикову она сама полюбила эту профессию, которая отдала всю сознательную жизнь. Будучи студенткой Уральского университета, она приехала на практику в Алтайскую правду. Загорелый красавец с обаятельным голосом, при этом настоящий профессионал своего дела. Такими были первые впечатления юной Вали от своего наставника Виктора Сачикова. Когда мы с ним говорили о том, что вот нынче по-другому относится к изображению, что фото и иллюстрация нынче никому не нужна, нужна правда жизни. Он говорит, а правда жизни только в красоте. Дитя войны. Сачиков родился в бедной семье, пробивался в жизни самостоятельно. Трудился на заводе и очень гордился тем, что простой рабочий стал журналистом. Он приехал на Алтай из Воронежской области. За всю карьеру ему неоднократно предлагали престижные вакансии в других городах и даже за рубежом, но он остался преданным Алтаю. Мы успели, успели при его жизни, отбирали лучшие фотопленки, лучшие снимки в госархив, сдали это вечное хранение. Это очень правильно все было сделано. Это навечно. Проститься с легендой пришли его друзья и коллеги. Это самые близкие, дорогие люди. У Сачикова не было жены и детей, при этом он не чувствовал себя одиноким, говорит Анисифоров. А женщины, которые встречались на его пути, не выдерживали конкуренции. Настолько сильно мастер был увлечен работой. Виктор Сачиков умер на 78-м году жизни. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.